О подготовке избирательных участков к единому дню голосования рассказал заместитель главы Валерий Королёв. Прозвучало поручение Управлению организационной работы и по связям с общественностью. Подготовить сводную информацию по устранению выявленных комиссией МВД МЧС недостатков на избирательных участках. Срок для промежуточной информации 14 августа. Неналоговые поступления в бюджет стали основной темой выступления заместителя главы Светланы Яровой. На 1 января текущего года сумма задолженности по договорам аренды земельных участков составляла 166 миллионов рублей. По состоянию на 1 июля задолженность снижена на 22 миллиона. Также мы снизили задолженность прошлых лет за текущий период на 48 миллионов рублей. На сегодняшний день мы вышли с плюсом 8 миллионов к заданному плану. Теперь главное удержать данную ситуацию. С этой целью подано 90 исков к неплатильщикам на сумму более 70 миллионов рублей. А также предъявлено свыше 500 претензий. Юрий Поляков предложил вернуться к этому вопросу через месяц и посмотреть, какая динамика у процесса. Еще одна актуальная тема – исполнение поручения губернатора Кубани о создании в муниципальных образованиях скверов, посвященных 80-летию Краснодарского края. В Анапе уютный бульвар появился в районе пенсионного фонда. Однако это лишь часть работы. Поэтому было выбрано земельный участок, субсвейский сельский округ, субсвей, улица Советская. И на сегодняшний день мы завершаем оформление земностроительной документации. Марина Юрьевна, до 30 августа я прошу представить эскизный проект на согласование с Юрием Федоровичем. И соответственно мы его должны принять на Министерство природных ресурсов на согласование. А сентябрь и октябрь уже будем реализовывать данные поручения. Вот по муниципальному образованию город-курорт Анапа я бы хотел весь список скверов, зеленых зон, насаждений. То есть я хочу, чтобы вы мне рассказали, это здесь, это здесь, это здесь, вот как, это здесь, это здесь. И мы увидим с вами покрытие нашей земли с вальтом, бетоном. И где больше, где меньше, чтобы мы иметь понимание. Заместитель главы Людмила Мурашова поручила Управлением образования и капитального строительства продолжить совместную работу по реализации социальных проектов в сфере образования. Речь идет и о строительстве пристройки к школе номер 6 и спортзала в 21-й школе Станицы Анапской. Также у нас в двух детских садах в ближайшее время планируется привлечение в ресторах в строительство групповых ячеек. Это детский сад номер 2 в развитии и детский сад номер 31 в школе. Курортный сезон продолжается. Идет и работа по выявлению несанкционированных аттракционов. Всего, в первую очередь, на территории муниципального образования выявлено 399 аттракционов. 310 аттракционов из них зарегистрированы. По всем остальным письмам, в соответствии с регламентом, направленные в Министерство гражданской обороны. На особый контроль необходимо поставить и пожароопасную ситуацию, сложившуюся в связи с августовской жарой. Юрий Поляков поставил задачу перед главами сельских округов. Мониторить ситуацию и быть готовым к любому там возгоранию и пытаться это все локализовать и потушить. Очень такой ответственный момент в конце сезона, когда уже все высохло, такой сухой там, достаточно, грубо говоря, сигареты и окурка бросить и все. Поланапы потом тушит, ездит это все. Следующее планерное совещание в администрации пройдет в расширенном режиме с участием руководителей городских служб, предприятий и организаций.